Так, друзья мои, последние несколько дней выдались для Битка не очень, мягко говоря. Все дело в том, что комиссия по ценам бумаг США, как вы знаете, подала в суд на Binance. И сейчас уже вот прям сегодня новость о том, что один из исков удовлетворили, часть актива Binance в Америке заморозили. И сегодня мы с вами будем разбираться, чего вообще ждать от крипторынка. Я вам расскажу, в какие сделки собираюсь сходить, сделаем подробный разбор графиков. Выскажу вам свое мнение о том, чего я жду сейчас по развитию ситуации с Binance. В скобчиках ничего хорошего я не жду. И, собственно, разберемся с тем, в каких зонах сейчас было бы интересно открывать лонговые позиции. Поехали, без долгих слов сразу к делу. Собственно, мы с вами, на самом-то деле, ходим идеально в том канале, который мы с вами обозначили еще в конце апреля, начале мая. Помните, вот он у нас, нисходящий канал, трехчасовой график. И, собственно, верхний, сверхниз. Самый скучный выдался последний месяц. То есть, по сути, мы с вами с 11 мая по текущий день, сегодня у нас 7 июня, ходили вот в этом зеленом прямоугольнике. И если вы достаточно активно трейдите, как я, например, то, конечно же, когда в рынке происходят вот эти распилы в разные стороны, торговать их достаточно сложно. Я бы сказал, практически невозможно. И это навеивает некую скуку. Да, все эти новости, все это весело, круто, классно. Но когда идет такой жесткий новостной слив, торговать тоже не очень, потому что это превращается в казино. Ну и, собственно, сейчас, если мы говорим с вами про мои текущие сделки, если, кстати, вы не подписаны на мой телеграм-канал, к слову, про сделки, я там про свои сделки на самом деле рассказываю. То есть вообще вся самая оперативная информация по рынку от меня, она находится в телеграм. Поэтому вы обязательно присоединяйтесь к телеграм-каналу. Там еще раз все самые актуальные новости и мои сделки. В телеграме я рассказывал, что я сейчас на этом падении продолжил добирать позиции в свой спотовый портфель. Они как биток, так и альты. И также, ну, здесь у нас ситуация была какая. Помните, да, я в этой зоне вам говорил в прошлых обзорах, потому что у меня было набрано достаточно большое количество лонгов и были хеджирующие шарты. Соответственно, часть лонгов у нас закрылась по стопам в безубыток, часть закрылась по стопам в убыток. И убытки частично перекрыты были хеджирующими шартами. Вот. Поэтому в целом вот по этому сливу нахожусь около нуля. Ну и плюс еще раз использую для набора спотовых позиций. То, что оно сейчас отросло там на 1000 долларов за биткоин, естественно, я это не учитываю как какую-то прибыль, потому что спекулятивных лонгов я здесь не набирал. Именно краткосрочных имеется в виду. Вот. Далее. Что вообще сейчас мне видится по графику? Мы долго с вами ходили в этой зоне, да, собственно, сняли ликвидность и сейчас опять же вернулись с границы этого канала. Честно вам сказать, сейчас на фоне всей этой ситуации с бинансом я бы даже не столько смотрел на график. Хотя, если мы с вами откроем дневной график битка, то здесь тоже все выглядит на самом-то деле достаточно красиво и технично. Собственно, вот вы помните, да, у нас был с вами канал. Мы в этом канале долго ходили. Я в прошлых обзорах говорил, что если мы проваливаемся с вами за этот канал, то как бы дела у битка будут не очень хорошо. По сути, что произошло? Мы за канал провалились, сходили его ретестнули, и сейчас у нас открыта дорога вниз. То есть я с текущих, вот прям с текущих, лонговать вообще не тороплюсь, но и шортить не очень хочу. Сейчас вам подробно разберу, почему не очень хочу шортить, даже несмотря на то, что верю в дальнейшее падение рынка. Смотрите, все это, вот это падение, да, как вы понимаете, оно сейчас подвязано на Binance. Но мое мнение в том, что это новости подгоняются под график, а не график под новости. Собственно, это о чем сейчас говорит? О том, что, ну, рано или поздно, да, это падение должно было произойти, вся эта история с регуляцией, с тем, что придут, будут кошмарить крипту и так далее. Она висела в воздухе уже давно, и опять же, я вам давно-давно говорил в обзорах о том, что я жду в целом коррекцию по крипте, и, собственно, готовлюсь добирать, опять же, позиции в свой спортовый портфель. И призывал вас в прошлых обзорах продавать битки по 30 тысяч долларов, а не покупать их. Покупать я вас призывал их, ну, вот здесь вот, да, примерно там в ноябре-декабре прошлого года. Собственно, сейчас я возвращаюсь, опять же, к покупке в свой спортовый портфель, и если мы придем, ну, давайте, это пока спойлер мы не будем. В общем, смотрите, история сейчас какая. Вся заваруха на Binance. Вообще, я вам давно уже, друзья мои, говорю, что если вы торгуете на Binance, либо какой-то другой бирже, я уже полтора года с нашей командой, мы торгуем на бирже Bybit. Если вы еще на Bybit не зарегистрированы, рекомендую вам делать это прямо сейчас. Ссылочка находится под этим видео. Собственно, очень крутые бонусы мы подготовили от нашего проекта, в частности, гайддейспорт за рак на крипте, курс по техническому анализу из более чем 30 уроков, да, на условии здесь все вы видите. Также бонус до 30 тысяч долларов при пополнении от Bybit. Здесь более подробно описано условие. И здесь еще нет одной очень классной штуки, которую мы сейчас запускаем. Это бесплатный трейдерский чат от проекта Криптор. Ну, как бесплатный? Вообще-то он, естественно, платный, но для подписчиков наших на Bybit все это мы делаем, так скажем, на благотворительных началах. Вот как добавиться в наш бесплатный торговый чат, вы можете найти по ссылке под видео. Регистрируйтесь на Bybit. Вся подробная информация будет в описании к этому ролику. Двигаемся далее. Теперь, что касаемо ситуации с Binance. Но еще раз, я давно вам говорил о том, что на Binance торговать не рекомендуется. И не только потому, что Bybit, моя любимая биржа, все, что с этим связано, а в принципе, ну, самая крупная биржа в текущей ситуации, когда на рынок придут регуляторы, понятно, кого они будут иметь, как говорится. Да, они будут иметь самого крупного игрока, который наибольшие последствия окажет на рынок. Собственно, Binance, скорее всего, сейчас будут кошмарить дальше. Я не знаю, это будет только в рамках США, либо это продолжится по всему миру. Сейчас сказать сложно. Но так или иначе, я думаю, что именно под эту новостную повестку, под блокировку активов, про ограничение деятельности, у нас будет подгоняться график. Плюс вы должны понимать, что вот... Ну, опять же, мы сейчас с вами смотрим на график. И давайте для удобства откроем, да, наверное, все-таки трехчасовой график. Давайте я сделаю себя чуть поменьше, чтобы вам было более наглядно. Собственно, если мы с вами сейчас откроем другой мой график, да, более локальный, то у нас здесь нисходящий канал. Вот он пока что прямо смотрит идеально. Ну, для начала, естественно, в области 25 тысяч долларов. Я думаю, здесь у нас будет с вами какая-то проторговка. А дальше уже следующие остановки будут в районе 23 тысяч долларов. Собственно, именно 23 тысячи долларов, 23 924, это следующий уровень, от которого мне будет интересно смотреть. Лонговые позиции. Потому что, как вы видите, здесь у нас была... Давайте здесь поставим дополнительную линию. Как вы видите, здесь у нас была достаточно хорошая проторговка. То есть мы здесь приходили, бились в этот уровень, потом здесь торговались, потом здесь опять был ретест. И здесь, соответственно, когда вот это был взрывной рост, да, помните, после этого. Здесь хотели скомануть USDC, потом был взрывной рост. И все равно мы здесь останавливались. То есть, скорее всего, опять же, в районе 24. Ну, сомневаюсь, что мы пройдем эту зону просто каким-то одним проколом. Вот, собственно, сейчас опять же по Binance. Я думаю, что эту историю будет продолжать развивать. И я думаю, что быстро и легко она не закончится. Я думаю, что именно под эти новости о том, что заблокировали активы, не знаю, там забанили пользователей и так далее, и так далее, будут катать биток дальше. Плюс вы должны помнить о том, что дело сейчас не только в Binance, дело еще и в Coinbase. Coinbase для тех, кто живет на территории Российской Федерации, это крупнейшая американская биржа. То есть, в России Coinbase у нас не представлен, мы на нем не торгуем. У нас там свои байбиты, что там, бонусы, эти, хобби, там еще какие-то другие биржи. Вот, в Америке практически все торгуют на Coinbase и Kraken. И, собственно, поскольку Coinbase крупнейшая биржа, там ее тоже сейчас будут делать а-та-та. И под вот этот вот фон, я думаю, мы с вами будем видеть плавный спуск беточка в район 20 тысяч долларов. Что делать, если бето придет в район 20 тысяч долларов? Ну, естественно, покупать. Как я вам уже говорил, я потихонечку добавляю активы с текущих в свой спотовый портфель. И, соответственно, если мы будем с вами двигаться дальше вниз по графику, то я буду продолжать добирать активы в свой портфель. И так будет продолжаться вплоть до 10 тысяч долларов. Если будет ниже 10, здесь пока что предсказывать, ну, крайне сложно. Собственно, активы у меня разные. Набираю как биткоин, так и альты. Большую часть отдаю, естественно, на биток. Но думаю, что в этом цикле у нас, как и в прошлом, будут достаточно интересные проекты. И если биток, ну, по каким-то математическим моделям на недельном графике предполагается, что может дать от 4 до 6, 7, 8, может быть, иксов, то, естественно, на альтах там история поинтереснее. На альтах может быть и 10, 20, 30, а то и 50 иксов. Соответственно, мы все эти позиции набираем в рамках нашего закрытого сообщества. Я буду по ним чуть более подробную информацию давать уже, когда это все произойдет. Вот сейчас, собственно, мы все это делаем только в рамках нашего закрытого куба. Далее мы с вами двигаемся. Что касаемо ситуации с Binance Coinbase. Я вам уже сказал, что график, скорее всего, будет шатать, мотать. И, соответственно, пока что развязки в этой ситуации не видится. Плюс, если мы берем с вами такой самый грубый технический анализ, я вам уже показал. Собственно, канал восходящий, пробили, ретестули. И сейчас, если мы пойдем ниже на 25, то можно действительно сказать, что именно текущий небольшой бычий забег мы с вами сломали. Мы вышли и из канала, и, собственно, по тренду мы тоже здесь уже поломали нисходящую структуру. На волны сейчас уже давайте бить не будем. Хотя в целом тут тоже, в принципе, все неплохо бьется. Раз, два, три, да, третья такая самая импульсная волна, самая объемная. Можно подключить объемы, только лучше не здесь, лучше на Coinbase. Так, это у нас что? Это у нас Binance. Я не помню, какой это Coinbase, какой это Binance. Ну, в общем, по волнам мы сейчас это разбивать не будем. Это сейчас не так важно. Здесь, в принципе, достаточно просто примитивного технического анализа и понимания того, как будет вести себя рынок. Плюс еще сюда мы добавляем с вами какую историю? Мы добавляем историю о том, что в Америке, как вы знаете, Минфин сейчас выходит на рынок с тем, чтобы занять 1 триллион долларов. И, естественно, это тоже будет выкачивать ликвидность из рынка. То есть фонда будет падать, и крипта, скорее всего, будет падать за ней. Может ли быть такая ситуация, что вот сразу скажу, да, я записывал вчера подкаст в телеграм-канале у себя. Рекомендую, кстати, его послушать. Где-то он вот здесь. Да, соответственно, я там говорил о том, почему я сейчас набираю спотовые позиции. И почему, даже несмотря на то, что я считаю, что рынок может пойти еще ниже, я все равно сейчас уже набираюсь текущих спотовые позиции. Все потому, что крипта – это крайне непредсказуемый рынок. И здесь можно вывести только за счет того, что ты много думаешь, анализируешь и пытаешься прикинуть, как бы не стать жертвой обстоятельств. Давайте будем называть это так. Собственно, не стать жертвой обстоятельств есть только один способ. Придерживаться своей стратегии риск-менеджмента. У меня заранее были продуманы уровни, от которых я планировал добираться спотовые покупки. Я сейчас, собственно, этой стратегии придерживаюсь, как бы мне не было в моменте неприятно и, может быть, даже немножко страшновато. Но понятно, что скоманется Binance, будет другая биржа. Придет регулятор в Америке, переедут все в какие-то другие страны, как это было в 2020 или 2021 году, не помню точно. В общем, когда запретили майнинг в Китае, биткоин упал с 60 до 30, и, соответственно, мы потом увидели еще одну волну роста. Поэтому то, что его запретят в Америке, да, это больно, да, это неприятно, но это не говорит о том, что крипторынку конец. Это говорит о том, что будет просто некое переформатирование обстановки. И, ну, как бы я в этом ничего критичного на самом деле не вижу. Дальше двигаемся мы с вами. Что касаемо у нас... Что касаемо у нас заминации биткоина. Это, конечно, еще один интереснейший график, по которому мы с вами стоим на месте. Вот смотрите, 21 марта, сегодня у нас 19-е, 7 июня. То есть через 2 недели будет 3 месяца, как мы стоим на одном месте. То есть было 47 и сейчас там 47-8, да, и сейчас то же самое. Очень сложно сказать, что будет сейчас текущая ситуация с битком. Потому что иметь в виду не то, что с битком в целом, а именно с доминацией битка и с альтезоном. Как вы знаете, я альтезон ждал. И я даже его еще до сих пор немножко жду. Но непонятно, под каким соусом он должен податься. То есть если сейчас рынок будет падать, если наш рост окончен, то очевидно, что альтезона не будет. И, собственно, непонятно, на чем он должен происходить. То есть должна же быть какая-то все равно позитивная новостная повестка. Там, не знаю, крипта это будущее, а мы все будем жить в блокчейне, там NFT и так далее. Пока что этих новостей не подвозят. Пока что только подвозят новости про то, что Binance будут банить, гасить и так далее. Поэтому непонятно, на чем вся эта история может отрасти. И, собственно, по графикам, на самом деле, просто графики я уже вам столько раз разбирал в прошлых обзорах, и в них глобально ничего не меняется. Ну да, сходили, мы тут организовали вынос вверх. Ну да, тут был как бы какой-то сброс ликвидности, можно сказать. Но здесь, опять же, не видно какого-то лютейшего прострела сейчас вверх. И я сомневаюсь, что он будет на каких-то новостях. Вот. Что-то здесь новое сейчас делать? Да посмотрите просто прошлые обзоры, в принципе, и все. Потому что я считаю, что гораздо-гораздо полезнее вам понимать общую логику работы рынков, как все это работает, как здесь лучше действует. Собственно, если сейчас крайне не терпится торговать, ну, естественно, это приоритет на шорт. То есть сейчас с любого практически графика приоритет на шорт. Вот. То есть если мы открываем там 12 часов дневку, там 4 часа, 3 часа, это все смотрит на шорт и по каналам, и по волнам, и по уровням. То есть как бы здесь в лонг только спотовые какие-то позиции. Если же мы с вами сейчас приходим в район, ну, то есть сейчас вот давайте так, вы там иногда пишите в комментариях, что вот нету что-то конкретного. Да я вам конкретно говорю, что добираю спотовые позиции. На данный момент в трейдинге, вот в краткосрочном, да, скальперском там интердей, как называете хотите, нахожусь без позиций. Среднесрочно у меня есть позиции и лонг, и шорт. Ну, лонгов больше, шортов чуть поменьше. Шорды как кетширующие. Я жду чего? Я жду, что мы придем сейчас с вами в уровень 25 и будем здесь вот так вот торговаться. Соответственно, здесь мы уже будем смотреть дальше, что будет происходить. Далее, соответственно, ну, это скорее всего будет какой-то подход вниз в рамках этого канала. Опять же, мы достаточно технично в нем ходим. Пришли к верхней границе, сейчас пойдем вниз. Собственно, можно потом вот так вот дальше ходить, морозить рынок, и на протяжении какого-то времени все это дело мы будем с вами наблюдать. Вы мне спросите, почему, если я настроен на шортовую историю, я не хочу сейчас шортить сам? Ну, еще раз, у меня есть хеджирующие шорты, да, на случай того, что лонги мои не оправдаются. Но это может быть действительно, друзья, моя ошибка, моя какая-то психологическая, еще какая-то. Называйте, как хотите. Но мне очень хочется верить в лонг. Мне очень хочется верить в лонг, хотя с каждым днем в это верится все слабее. Но пока те позиции, которые я открывал, не вышли у меня по стопу, лонгов у меня на текущий момент больше, чем шортов. Собственно, я сегодня буду смотреть. Возможно, возможно, если у нас будет еще один закол куда-то вот сюда на ретест этого канала, и у меня будет какой-нибудь хороший интересный шорт. Давайте, кстати, прямо сейчас поставим алерт. Если будет какой-то хороший закол сюда, в верхнюю границу канала, и здесь не будет резкого какого-то выхода пробоя вверх, я рассмотрю отсюда шорт с хорошей, понятной точки входа. Но это будет, опять же, не столько с точки зрения, чтобы заработать, сколько с точки зрения того, чтобы захеджировать свои текущие лонги по альтам, плюс захеджировать свои спотовые покупки. Вот. Шорт. Да, я вам шорт, шорт, шорт. Я вам обещал рассказать, почему не хочу шортить с текущих. Причина номер раз, рынок и так достаточно сильно перепродан. То есть, смотрите, мы с вами по дневному RSI сейчас находились на уровне... На уровне 40. Ну, не видно мне было издалека. Мы находились с вами на уровне 40. Ну, куда здесь шортить? Ну, да, могут, конечно, укатать там еще что-нибудь на типа 20-30. Но для этого должны подвести еще более говноновости. Да и опять же, куда катать? Ну, вот, нас докатают до 25-ти, ну, будем мы там на 25-ти, 30-ти по RSI. Ну, небольшой потенциал, небольшой потенциал. То есть, неинтересно заходить на самом-то деле в такие сделки вот именно в Global Short. И плюс, вы должны понимать, что альты перепроданы еще сильнее. То есть, я вам уже, по-моему, показывал это на прошлых графиках. Ну, Litecoin не самый лучший пример. Давайте откроем, да, ну, вот какой-нибудь там, я не знаю, Атом. Да, то есть, то же самое. Дневной RSI там в районе 35-37. Если мы откроем DOT, ну, это такие просто проекты, вот, которые мне нравятся, которые, за которыми я наблюдаю, или там, не знаю, Аптос какой-нибудь, да, то есть, то же самое. Уже там Дневка пробивала дно, и сейчас дальше пробивает дно. Ну, тут сейчас дивергенция образуется. Ну, вот. Но опять же, еще раз, куда здесь шортить? Ну, куда? Как бы, я не вижу здесь какого-то большого потенциала на шорт. Заходить ради там того, чтобы забрать какое-то небольшое движение? Ну, смысл? Мне проще открыть лонг на споте, усреднить его, подождать и заработать больше денег. Потому что, ну, еще раз, куда здесь, куда здесь кататься цене? Возможно, мы можем с вами видеть DOT и по два, да, то есть, он сложится еще в 50%. Ну, я вот пока что в это верю еще раз слабо. Пока что в это верю еще раз слабо. И даже если это произойдет, вы всегда должны помнить, что с точки зрения математики, шорт, он менее, менее прибыльный, чем лонг. Объясняю. Представьте, у вас есть 10 тысяч долларов, и вы хотите открыть сделку на 10 тысяч долларов. Вы прямо сейчас берете и открываете шорт, ну, скажем, давайте вот рассмотрим на примере монеты DOT. Откроем давайте мы с вами. График чуть-чуть побольше. Я уберу RSI, чтобы было более понятно и наглядно. Давайте, допустим, вы открываете шорт, и монета эта катается в 2,5, да, то есть вы там зарабатываете, ну, что-то типа 50% прибыли, то есть 10 тысяч долларов, 50% это 5 тысяч долларов. Реальна ли эта ситуация? Ну, в принципе, да, но учитывая, что график DOT сейчас находится на своих исторических лоях, которые были еще там в начале 20, в начале 20 года, в конце 20 года, в начале 21, вот, то эта ситуация выглядит, ну, так себе на самом деле. Теперь рассмотрим другую ситуацию. Мы сейчас с вами находимся на уровне 5 долларов за DOT, и если DOT у нас с вами делает апсайд какой-нибудь хотя бы, я уже не говорю, там какие-то фантастические цифры, типа вот того, что у него было, типа там, 30, 40, 50, а хотя бы на 10, да, то есть всего лишь 2X, но 2X для крипты это реально немного, вот, то мы с вами зарабатываем уже 10 тысяч долларов. Да, возможно, это будет не так быстро, как падение, да, возможно, мы перед тем, как сделать эти 2X, а действительно сходим еще на 2, но здесь-то речь идет именно про спотовые покупки, то есть я же не говорю вам, что спекулятивно, надо сейчас открывать лонги, спекулятивно, только что сказал, если вы торгуете интердей, я бы для себя смотрел шорт. Ну, просто, блин, вот, не нравится мне шортить график. Вот помните, был у меня период, я работал только от шорта. Сейчас, не знаю, ну вот почему-то сложно мне открывать шорт-сделки, говорю вам как есть, только хеджирующие шорты открываю, а вот именно зарабатывать в шорт, ну, не знаю, не вижу я здесь какого-то большого потенциала апсайда, да и в целом хочется, хочется лонгов. Вот, поэтому, поэтому какие-то вот такие вот дела. Давайте еще парочку интересных мыслей переключусь на меня, чтобы было побольше, потому что здесь график нам уже сильно будет не нужен. Смотрите, у нас сейчас вообще, как с вами складывается рынок? Рынок у нас сейчас с вами складывается так, что негатива очень много, то есть это и разного рода там скамы Binance, да, я вам уже говорил, где надо торговать на Байбите по ссылке под этим видео, плюс у нас банкротство, не банкротство, а наезды на Coinbase, плюс у нас с вами, соответственно, сейчас идет история с полемикой госдолга США, то, что выйдет Минфин, будет занимать много денег и это все негативно повлияет как на рынке крипты, так и на рынке фонды. И как будто бы все очень очевидно за падение. Но вот вы же знаете, но если вы не первый день в рынке крипты, что когда все супер очевидно за падение, очень часто происходит ракета, которая улетает в космос. Ну, это крипта. И, собственно, именно по этой причине я считаю, что небольшие спотовые позиции уже должны быть набраны. Да, может быть, если сейчас там как бы закупиться на всю котле, то это не лучшая идея. Но если, допустим, у вас нету хотя бы там 10-20% спотового портфеля и представьте, что вы завтра просыпаете, а биток там 40 тысяч долларов. Ну, на 50 или на каких-нибудь новостях. Ну, например, там, не знаю, Америка изымает рынки из акций и люди бегут из рынка акций и переносят свои деньги в крипту. Может такое быть? Ну, гипотетически может, я просто сейчас на ходу это придумываю. Под каким-то любым абсолютно соусом. А у вас нет спотового портфеля. Ну, вот и что вы будете делать? Естественно, можно сказать, что делать, если это все укатается? А если все укатается, у вас еще есть кэш для того, чтобы эти позиции усреднить. Да, возможно, это такая немножко скучная история. Это не так весело, как закинуть, не знаю, продать свою почку, закинуть всю эту котлету в рынок. Но она гораздо более прибыльная с точки зрения долгосторочной дистанции. И это именно то, к чему я хочу вас подвести. Вы знаете, я сам торгую на фьючерсах. Вы знаете, я сам делаю сделки скальпинг интердей и так далее, когда есть такие возможности. Но я искренне вам говорю, что самые большие деньги зарабатываются именно на спотовом трейдинге. Когда вы заходите каким-то хорошим объемом, вы торговываете хороший тренд и, собственно, забираете оттуда деньги. Как вы знаете, мой самый удачный трейд этого года, он был сделан как раз-таки в таком формате. Это была покупка битка тоже с усреднением. Давайте я вам прям покажу. Покупал по 16, по 19, потом по 16. Ну и, собственно, продавал, опять же, это все в Телеграме делился. Сначала продавал вот здесь, да, на 24 и потом, соответственно, продавал вот здесь по 31. Опять же, эта сделка была публичной в рамках Телеграм-канала. На этом, наверное, мы будем с вами финалиться. В Телеграм-канал подписывайтесь, на YouTube-канал подписывайтесь. Не забывайте включать уведомления на этом канале. Замечательно. Ставьте лайки, делитесь ваше мнение в комментариях. Мне будет интересно послушать, что вы думаете про крипту, что вы думаете про дальнейшее развитие событий. Я ваши комментарии читаю, стараюсь на них отвечать. И, соответственно, буду ждать, в общем, вашей обратной связи. До скорых встреч.